Съемочная группа телеканала CBC продолжает работать в городе Гянджа. Здесь накануне, примерно в час ночи, был произведен обстрел со стороны вооруженных сил Армении из ракетного оружия по мирным гражданским людям. Снаряд, предположительно, от оружия .у был выпущен по жилому дому. Сейчас мы можем показать на кадрах противоположную его часть. Если сам дом находился с той стороны, то мы можем видеть, какой ущерб, какой урон был нанесен даже этой части здания. Здесь сейчас на местах работают сотрудники правоохранительных органов, сотрудники МЧС. Ближе туда подойти мы не можем. Мы видим ограничительные ленточки. В месте, где непосредственно был, куда упал снаряд, сейчас сильные разрушения. Мы сумели запечатлеть ранее воронку от снаряда. Ближе туда подойти нельзя, так как на местах сейчас работают сотрудники МЧС. Есть вероятность того, что здание, которое сильно пострадало в результате ракетного обстрела, может обвалиться, и дабы избежать дополнительных жертв, вход на территорию ограничен. Поэтому наша съемочная группа показывает тот ущерб, который был нанесен проспекту. Мы можем видеть, какая сильная ударная волна в результате ракетного обстрела. Пока неизвестно доподлинно точно, из какого именно оружия был произведен выстрел. Однако Министерство обороны Азербайджана уже распространило информацию о том, что снаряд был выпущен со стороны Армении, со стороны Бердского района Армении. Таким образом, это уже не оккупированная территория Азербайджана, а непосредственно сама Армения. При этом азербайджанская сторона заявляла о том, что никогда не целилась в мирных гражданских людей. Азербайджанская армия ликвидирует огневые точки и военные объекты противника, которые открывают огонь по мирному гражданскому населению. Так же, как мы видим это сейчас на кадрах. Мы можем видеть, что сейчас здесь на местах работает большое количество правоохранительных органов, большое количество сотрудников МЧС. Наша съемочная группа ранее производила съемки в прифронтовых районах. И мы сумели запечатлеть, как с самого первого дня боевых действий, 27 сентября, вооруженные силы Армении целенаправленно обстреливают мирное гражданское население, обстреливают объекты инфраструктуры, стратегически важные объекты. Мы сумели запечатлеть разрушения, которые были нанесены, в частности, Тартарскому району. Я отмечу, что Тартарский район именно то место, которое подверглось наибольшему артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, в частности, поселок Шихар, где компактно проживают вынужденные переселенцы с оккупированных территорий Азербайджана, село Гапанлы, село Гарагаджи, село Гузанлы Агдамского района, кроме того, село Табгарагойлу Герамбойского района, это именно те места, которые подверглись наибольшему артиллерийскому обстрелу. Сейчас мы можем видеть, как на местах работают сотрудники правоохранительных органов. Здесь вся территория находится в осколках, выбиты стекла. Находиться здесь все еще небезопасно, так как есть вероятность того, что здание, которое сильно пострадало в результате ракетного обстрела, может обрушиться. И дабы избежать дополнительных жертв, сотрудники правоохранительных органов работают на местах. Здесь имеется огромное количество карет скорой помощи, имеются сотрудники МЧС. Наша съемочная группа продолжает показывать масштаб от разрушения, от ударной волны, снаряда, который был выпущен по мирным гражданским людям. Ранее со стороны Армении прозвучали заявления о том, что Армения целенаправленно целится по крупным городам Азербайджана. В частности, это Бординский район, это Гянджа, являющийся вторым по величине городом в Азербайджане. Гянджа подвергается обстрелу уже не впервые. Ранее также наша съемочная группа сумела запечатлеть здание местного базара, которое было буквально разрушено в результате ракетного обстрела. К счастью, тогда пострадавших не было. Сейчас же в результате данного обстрела, по предварительной информации, уже имеется несколько раненых. И предположительно, пока что это не подтвержденная информация, но могут иметься даже погибшие. Ранее были распространены кадры пострадавших в результате ракетного обстрела. Среди них имеются также маленькие дети. Сейчас сотрудники правоохранительных органов, сотрудники скорой помощи продолжают оказывать помощь пострадавшим. Имеется информация о том, что под завалами все еще могут находиться люди. Однако пока что это не подтверждено.